Вы смотрите информационную программу Deutsche Welle, ДВ Новости. Здравствуйте, наша главная тема сегодня. Mercedes Made in Russia, немецкий автогигант Daimler, строит завод в Подмосковье. Правительственный кризис в Италии, популисты отказались формировать новый кабинет. И борьба с пластиковым мусором. Еврокомиссия запрещает одноразовые изделия из пластика. Автогигант Daimler сейчас оказался в центре внимания в Германии из-за обвинений в том, что он якобы занижал показатели выбросов на своих дизельных моделях. В понедельник глава концерна Дитер Цепша пообещал разобраться с этим скандалом в течение двух недель. Стоит отметить, что в остальном дела у немецкого автогиганта идут прекрасно. В начале этого года Daimler установил рекорд по количеству проданных автомобилей Mercedes-Benz. Главным локомотивом роста стал Китай. Это основной рынок сбыта для престижной немецкой марки. Однако Mercedes-Benz считает весьма перспективным и российский рынок. И поэтому готовится к открытию в России своего завода. С подробностями Михаил Комодовский. Знаменитая трехконечная звезда Mercedes – это признанный знак качества во всем мире. Уже совсем скоро автомобили престижной марки начнут собирать и здесь, на 85 гектарах в подмосковном Есипово. Уже меньше чем через год на этом заводе выпустят первый автомобиль. Но будет ли российский Mercedes таким же качественным, как немецкий? Разницы в качестве не будет и быть не должно, уверяют представители концерна Daimler в России. Вот что о Mercedes-Benz Made in Russia думают на улицах Москвы. Верю, я верю, да, в России можно все что угодно выпускать. Они будут такими же качественными, как в Германии или нет? Все, что в России выпускается, они будут такого же качества. Какого качества? Такого, соу-соу. Ну, мне кажется, собирать его будет что в Германии, что в России один и тот же контингент. Мы что, не умеем что-то, не способны чему-то научиться, что-то сделать? Вполне себе можем. Ну, не прямо сейчас, потом научились, сделали, в чем проблема. Мне кажется, что вот Lado мы умеем собирать, Жигули мы умеем собирать. Mercedes еще не пробовали. Ты в этом уверен? Весипово будут выпускать четыре модели. Е-класс, его называют представительским, GLC, GLE и GLS. Речь идет не о крупноузловой сборке, а о производстве полного цикла. Концерн Daimler не опасается санкций, которые ввели страны Запада против Кремля. Мы внимательно просчитываем все возможные риски и потери. Уже существующие санкции никак не повлияют на наш инвестиционный проект. Daimler учитывает опыт конкурентов. В России собирают автомобили многие мировые автогиганты, включая и немецкий же Volkswagen. Нестабильный курс рубля также не пугает стратегов концерна. Во-первых, премиум-сегмент в России и так не сильно пострадал в результате кризиса. А во-вторых, спрос на новые машины сейчас снова растет. Плюс показали те компании, которые импортные и локализованы, производятся на российском рынке. У них более дешевая стоимость сборки. Соответственно, им нет необходимости повышать стоимость вслед за ростом курса. Мы наблюдали довольно много скачков курса рубля за последние годы, но наш бизнес прошел через все это. Поэтому я не вижу рисков в том, что курс в обозримом будущем может меняться. Подмосковью повезло, ведь завод Mercedes – это около тысячи новых рабочих мест. И набор сотрудников уже стартовал. Россия – очень большая страна. Транспортная инфраструктура сыграла большую роль в нашем выборе, а также доступность ресурсов – газ, вода, электричество, квалифицированная рабочая сила. Уровень жизни также очень важен для нас. Московская область подходит по всем параметрам. В 2017-м в России продали более 43 тысяч новых авто марки Mercedes. В Даймлере уверяют – с открытием подмосковного завода эта цифра значительно увеличится. Другой теме. Италия – рекордсмен не только по количеству туристов. К большому сожалению ее жителей. Страна на Апеннинском полуострове установила и печальный рекорд в политике. После войны в Италии сменилось 64 правительства. То есть в среднем кабинет находился у власти чуть больше года. Сейчас в Италии снова грозят досрочные выборы. Не прошло и недели, как президент Италии Серджо Моторелло дал зеленый свет формированию правящей коалиции в составе популистского движения «Пять звезд» и крайней правой партии Лига. Сделать это было поручено беспартийному профессору гражданского права Джузеппе Конте. Однако Конте эти полномочия с себя сложил. Я вернул мандат сформировать правительство, который был дан мне президентом Мотореллой. Могу заверить, что я приложил все усилия к решению этой задачи и старался работать в атмосфере максимального сотрудничества. Причиной очередного политического коллапса стал Пауло Савона. Именно его кандидатуру выдвинула Лига на пост министра экономики и финансов. Но президент категорически отказался поддерживать 81-летнего Савону из-за закрепившегося за ним имиджа евроскептика. Кандидат на пост главы министерства экономики либо вызывает доверие, либо дает сигнал тревоги финансовому миру. Я обратился с просьбой, чтобы министерство возглавил представитель партии политического большинства. Кто-то, кто знает программу и не поддерживает политику, о которой часто говорили коалиционные партии, и которая могла бы привести к выходу из Евросоюза. Такое решение президента возмутило многих итальянских политиков. Наиболее категоричным из них был лидер движения «Пять звезд», который вообще предложил привлечь президента к ответственности за измену государству. Позвольте дать ясно понять, голосование в этой стране бессмысленно, так как рейтинговые агентства выбирают правительство. Даже тогда, когда более 50% граждан согласны с двумя политическими силами, которые хотят многое изменить в самой Италии и представлять интересы итальянцев за пределами страны. Но в конце концов всегда находится что-то, что блокирует это желание людей. Демайо, который претендовал на постминистра по труду, также призвал начать процедуру импичмента президенту Италии. Правда, это требование не поддержал лидер Лиги, призвав политиков сохранять спокойствие. Тем временем президент поручил возглавить техническое правительство бывшему директору Международного валютного фонда Карло Катарелли. Экономисту со стажем перешел в руки и мандат на формирование кабинета. Еврокомиссия одобрила запрет ряда одноразовых продуктов из пластика. Речь идет об одноразовой посуде, столовых приборах, трубочках-соломинках. Одна из причин — желание предотвратить пластиковые загрязнения планеты. Предлагается также существенно ограничить использование одноразовых пластиковых пакетов. Один монский магазин уже отказался от таких пакетов. Смотрите репортаж Ольги Капустиной. Заметили разницу? Справа — привычный способ делать покупки, упаковывая все в одноразовые пакеты из пластика. Слева — примеры того, как можно избежать пластиковых отходов. Ведь зачастую они не поддаются переработке и очень долго разлагаются. Поэтому экологи считают пластик одной из главных угроз окружающей среде. Именно поэтому в Бонне четыре года назад открылся магазин Frykost Dynet. Положить товар здесь можно в принесенную с собой многоразовую тару или взять ее в магазине на прокат. Вес упаковки на кассе вычитается. Платишь только за содержимое. Отказ от упаковки позволяет сократить количество пищевых отходов. Ведь можно взять именно столько, сколько нужно. И тогда не придется выбрасывать ничего лишнего, если что-то испортится. К походу в такой магазин надо как следует подготовиться. Бумажные и холщовые сумки, пищевой контейнер, стеклянная банка, бумажный лоток для яиц и даже мешок-сетка для стирки. В ход идут всевозможные виды тары. В первый раз непривычно, но для постоянных покупателей рутина. Многие из них едут в этот магазин из отдаленных районов и даже из других городов. Потому что мне нравится идея отказа от одноразовой упаковки. Я хочу, чтобы дома было меньше мусора. Мы уже многие годы покупаем биологически чистые продукты по возможности без упаковки. Если по-другому никак, используем бумажные пакеты. Мне нравится, что здесь можно приносить с собой посуду и банки. Их можно взвесить. Когда я хожу за покупками в другие места, то приходится говорить – не кладите товар в пластиковый пакет. Иногда это работает, а иногда нет. Идею открыть подобный магазин Хинка Даймет привезла с собой из путешествия по Австралии. Круг клиентов Боннского мини-маркета постоянно расширяется. Мы видим, что даем толчок для изменения сознания покупателей. И надо отметить, они охотно принимают такие правила игры. Ведь проблема в том, что многие и сами хотели бы делать покупки иначе. Но зачастую, когда приходишь в обычный магазин со своей тарой, на тебя косо смотрят. И ты чувствуешь себя неловко. Количество подобных магазинов в Германии растет. Они есть уже практически во всех крупных немецких городах. И все же это скорее исключение. Однако и обычные супермаркеты принимают меры, чтобы уменьшить объемы пластикового мусора. Теперь во многих из них на кассе продают не пластиковые, а бумажные или холщовые сумки. Многие посетители и вовсе приходят в магазин со своими сумками. Использование пластиковых пакетов в Германии за 15 лет сократилось почти в два раза. Оно особенно снизилось после того, как два года назад многие магазины перестали выдавать бесплатные пластиковые пакеты. Владельцы боннского магазина Frykost Dynet закупают только экологически чистые продукты предпочтительно у региональных поставщиков. Они, конечно, стоят дороже. Это делает бизнес более затратным и ограничивает рентабельность. Мы не хотим вести бизнес так, как это зачастую делают другие супермаркеты, когда, например, выбросить овощи или фрукты дешевле, чем нанять персонал, который отсортирует пригодные для употребления продукты. Я не могу принять такой подход ни сердцем, ни головой. Десяток яиц, огурец, пара яблок, полкило риса, 200 грамм сыра и кусок мыла. Все это обошлось нам в 20 евро. В обычном немецком супермаркете было бы раза в два дешевле. Но ведь отсюда уходишь не только с качественными биологически чистыми продуктами, но и с чистой совестью. Польша поддерживает идею об открытии в стране постоянной американской военной базы. Даже в Варшавах готовы выделить на эти цели немалые средства. Подробности в обзоре новостей. До двух миллиардов долларов готова заплатить Польша Соединенным Штатам за создание на ее территории постоянной американской военной базы. Соответствующий документ был разработан в Минобороны Польши. В нем подчеркивается, что постоянное присутствие в стране военных подразделений США необходимо, цитата, для сдерживания все более напористой и опасной позиции России, которая угрожает Европе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал вопрос о базе США суверенным делом Варшавы, отметив при этом, что непосредственное приближение инфраструктуры НАТО к границам России не способствует безопасности на континенте. Группа ЕН+, Олега Дерипаски, попросила правительство России предоставить ей льготы на энергорынки, сообщает газета «Коммерсант». В частности, освободить «Русал» от платежей по договорам на поставку мощностей, от надбавки за электроэнергию на Дальнем Востоке, а также предоставить ряд других льгот. Это позволит ЕН+, сэкономить значительные средства, однако может привести к росту тарифов на электроэнергию и ЖКХ. 6 апреля США ввели санкции против ряда российских бизнесменов, чиновников и компаний. В список попал и Олег Дерипаска, и связанные с ним компании. Мамуду Гасама, мигрант из Мали, нелегально живущий во Франции, был лично принят президентом Эммануэлем Макроном и награжден грамотой за храбрость. Накануне мужчина спас 4-летнего мальчика в Париже, повисшего на балконе 4-го этажа. Случайный прохожий снял видео на камеру, которое затем увидели миллионы пользователей соцсетей. Сообщается, что уроженец Мали получит французское гражданство и работу спасателя. Мужественный поступок, который не может не вызывать уважения. Другие актуальные сообщения вы найдете на нашем сайте. Развитие событий в следующем выпуске ДВ-новости, в том числе на каналах наших партнеров. Всего вам доброго! ДВ-новости, в том числе на каналах наших партнеров.